Сегодня в Екатеринбургском храме на Крови состоялись большие торжества. В день 101-й годовщины явления Державной иконы Божьей Матери, которая чудесным образом была обретена в подмосковном селе Коломенское в день отстранения Николая II от престола, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл отмечает 20-летие рукоположения в епископы. Кроме того, именно сегодня Екатеринбургская митрополия получила нового небесного покровителя. По решению первого в этом году заседания Священного Синода в Храме на Крови за праздничной литургией состоялась канонизация священника Александра Адрианова, причисленного к лику новомучеников и исповедников Церкви Русской. Родился он в 1858 году в Нижнетуринском заводе, закончил семинарию и тут же в Нижнетуринском Трехсвятительском храме прослужил всю оставшуюся жизнь без малого четверть века. За это время он построил несколько храмов, венчался в селе Меркушино. После революции, оставшись на приходе один, отец Александр совершал богослужение до последнего дня, пока не был арестован прямо в храме, прямо во время литургии. 25 ноября за свои проповеди, обличавшие жестокие расправы большевиков, он жестоко замучен на станции Вые. 60-летнего священника избили до полусмерти, разморжили голову, а пулю в затылок ему послали прямо во время Иисусовой молитвы. Через несколько дней вступившие в город Белое обнаружили тело батюшки и перевезли его в Трехсвятительскую церковь. Проводить отца Александра в могилу вышел весь завод. Вскоре большевики храм разрушили. В наши дни его восстановили и расширили. Предполагается, что могила с останками священномученика Александра и сейчас находится под его алтарем. Память его будет отмечаться в день его гибели 25 ноября.